Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 16 марта, Православная Церковь совершает память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Святые мученики Евтропии, Клеоник и Василиск пострадали в городе Амасии Пантийской около 308 года. Братья Евтропии и Клеоник и племянник святого великомученика Феодора Тирона Василиск были друзьями. После мученической кончины святого Феодора они находились в заключение и своей проповедью перевели к христианской вере многих язычников, бывших с ними в темнице. Когда истязавший святого Феодора Публей бесславно погиб, пораженный Божиим гневом, правителем Амасии Пантийской был назначен Асклепиадот, не уступавший в жестокости своему предшественнику. Узнав, что друзья мученика Феодора Тирона все еще находятся в темнице, правитель велел привести их к себе. Перед новым правителем святые Евтропий, Клеоник и Василиск также твердо исповедали веру во Христа. Они были беспощадно избиты, так что тела их превратились в сплошную рану. Во время пыток святой Евтропий громко молился Спасителю. «Дашь, Господи, нам терпение совершенного в ранах сих ради венца мученического, и приди на помощь к нам, якоже к рабу твоему Феодору, пришел Еси». В ответ на мольбу святого мученикам явился сам Господь с ангелами, и с ними святой великомученик Феодор Тирон, сказавший им «Се на помощь вашу, Спаситель прииде, да известны будете о вечной жизни». Воины и многие из стоявших поблизости людей также сподобились видеть Спасителя. Они стали просить Асклепиадота прекратить пытки. Увидев, что народ волнуется и готов уверовать в истинного Бога, правитель велел увезти мучеников. Потом правитель пригласил святого Евтропия к себе на обед и предложил ему публично принести жертвы языческим богам, а в душе оставаться христианином. Но Евтропий отверг это предложение. На следующий день мучеников привели в языческий храм, чтобы насильно заставить их принести жертвы. Тогда Евтропий стал просить Спасителя «Господи, буди с нами, а все языческое объяснование истреби. Даждь, да на месте этом христиане бескровные жертвы принесут тебе истинному Богу». Только прозвучало последнее слово молитвы, как началось землетрясение, стали рушиться стены храма, а с ними разбилось и изображение богини Артемиды. Все бросились из храма, чтобы не погибнуть среди развалин. Среди шума землетрясения раздался свыше глаз «Молитва ваша услышана, и на этом месте будет дом для молитвы и христиан». Когда кончилось землетрясение, едва опомнившийся от страха правитель Асклепиадот, велел врыть в землю высокие деревянные колья, привязать к ним мучеников и поливать кипящей смолой. Святые стали молиться Богу, а Евтропий воскликнул, обращаясь к мучителям. «Да обратит Господь дело ваше против вас, и смола стала обтекать тела мучеников, как вода мрамор, и обжигать мучителей». Видевшие это пришли в ужас, а правитель в ожесточении приказал рвать тела святых железными крючьями и уязвлять их раны горчицей, смешанной с солью и уксусом. Святые эти муки принесли с удивительной твердостью. Последнюю ночь перед казнью мученики провели в молитве, и снова Господь явился им и укреплял их. Утром 3 марта по старому стелю святые Евтропии и Кляник были распяты, а Василиск оставлен в заточении. 22 мая в городе Каманах казнили святого Василиска. Его обезглавили, а тело бросили в реку. Однако крестьяне нашли его останки и похоронили их на вспаханном поле. Позже в Каманах была воздвигнута церковь во имя святого мученика Василиска. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобны Пиамы Девы, святых Зинона и Заила, преподобна мученица Марфы Ковровой Послушницы и мученика Михаила Струева. Совершается празднование икони Божией Матери Волоколамска. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Постимся постом приятным, благоугодным Богу.